Идут даже с опережением графика. Еще недавно здесь только начинали рыть котлова. Сегодня уже на 35% выполнены монолитные работы. Глава округа Андрей Иванов пообщался с застройщиком и местными жителями. Поинтересовался, нет ли сложности в строительстве. С отделочными материалами, с решениями в проекте по фасадам обычно. У нас застройщики меняют на российского производства. У нас аквапанели здесь, поэтому мы аналог подобрали, где у нас будет именно российский производитель аквапанели. Я думаю, что мы с импортозамещением здесь проработаем вопрос. Проблем не должно быть. Грузовой и пищевой лифт будут тоже отечественного производства. На объекте в две смены трудится 65 человек. Причем шумные работы ведутся только в дневное время. Планируем до завершения нового года текущего завершить все монолитные работы. Приступить к фасадным работам. Также выполнить все работы по обратной засыпке и гидроизоляции. Также в этом году планируется начать устройство наружных инженерных коммуникаций в части ливневки, теплосети и водопровода. Детский сад рассчитан на 300 мест. Три этажа, актовые и спортивные залы, группа для детей с ограниченными возможностями здоровья, современное наполнение, благоустроенная территория. С марта месяца мы планируем приступить к работе по благоустройству. Также будут здесь установлены площадки с малыми архитектурными формами, согласно генеральному плану, для того, чтобы детишкам было где, так скажем, и проводить свое время за периметром детского садика. В будущем в Новоивановском планируется построить еще один сад на 185 мест и пристройку к Немчиновскому лицею. Это значительно сократит очередь в детские учреждения и наполняемость групп и классов. Полина Бахова, телекомпания Одинцова.